Друзья, с тобой снова Александр, ты смотришь, конечно же, канал Героинкрафт И сегодня я тебе расскажу и покажу мою инновационную технологию по сушению морей Итак, давай разбираться во всем по порядку Во-первых, конечно же, не забудьте поставить большой пальчик вверх под эти видео Потому что любое видео на этом канале достойно 1000 лайков Просто потому что у вас там сколько? 150 тысяч человек? Фанатов? Ну, давайте, уважаемые мои фанаты, поставим большой пальчик вверх За маму, за папу, за дедушку и бабушку И это будет очень классно и клево Так что, ребят, давайте вы все-таки поможете в развитии канала Потому что без вашей помощи, ну, никак не обойтись Итак, давайте разбьемся Дорогой друг, ты не ленишься? Не ленись Поставь большой пальчик вверх, это важно, это нужно Теперь самое главное У нас сегодня очередная серия наших лайфхаков в Майнкрафте И сегодня будем разбираться, как можно осушать по новой методике Изобретенные лично Героном и Геронкрафтом осушать моря Итак, давайте разбираться во всем по порядку Первое, что нам нужно знать, обычно океана и моря осушают вот таким образом Строятся из песка вот такую вандер-вафлю И в центр ставят непосредственно вот так вот ставят вниз Как его называют? Губку Обыкновенную губку Потом три блока, очередная губка И таким образом осушают каждый сектор Второй, третий, четвертый И в конечном итоге у нас остается вот эта штука Которую остается разобрать с помощью лопаты Но это скучно, знаете почему? Потому что, чтобы создать такую штуку, нужно делать так Встать где-то около океана Потом зажать кнопочку shift И вот таким образом сыпать в песочек Долго, скучно, неинтересно Даже если вы это делаете на стриме, вы все равно умираете со скуки Потому что это скучно Потому что вы должны стоять аккуратненько на шифте И сыпать вниз Ну, неудобно же Но, во всяком случае, на вкус героя Поэтому мы изобрели новую методику Для начала мы строим вот такую штуку Из земли То есть здесь у нас Квадратики Квадратики с расстоянием в пять блоков Кстати, чтобы видеть то, что находится у нас под водой Можно использовать зелье ночного видения Еще один лайфхак Смотрите, здесь значит Раз, два, три, четыре, пять Пять блоков И сюда, раз, два, три, четыре, пять И вешается эта штука в двух блоках над водой Если у вас есть какие-нибудь модификации Если вы играете с модами Вам проще Вы надеваете какой-нибудь джетпак Кольцо полета Или что там у вас есть в сборке И вот так вот просто строите Это буквально в воздухе Вам проще Дальше сверху на них насыпается песочек Как обычно Потому что здесь вам будет намного проще строить Вы просто строите вот такую штуку А дальше просто делаете вот так вот Раз, два, три Потом раз, два, три Ну, точно так же, как обычные строят Как их называют Стены в домах По-моему, это самая эффективная методика Изобретена она не мной Как строятся стены и так далее Как видите, процесс идет легче И веселее, чем когда вы просто стоите И насыпаете песочек вон таким образом Короче, вот это удобнее, веселее и прочее В конечном итоге у вас получится вот такая штука Приблизительно висящая в воздухе Теперь самое главное Как определить высоту Определить какой высоты должна быть эта штука Очень просто Вы опускаетесь на поверхность океана Как правило, поверхность морей и океанов Находится на 64 уровне В моем случае почему-то на 61 Окей, ладно И дальше плывете вниз На дно Чтобы не захлебнуться, кстати, водой Можно сделать еще один интересный лайфхак Но уже не мной изобретенный До этого мы берем пустое ведро Вот так вот В режим выживания Давайте сейчас покажу Чтобы все было по-честному Берете его И тут же создается блок воды И ваш персонаж дышит Выливаете эту воду куда-нибудь Когда нужно подышать снова Просто делаете вот так вот Наливаете воду И вы снова можете дышать Бесплатно и столько, сколько угодно Ночное видение, когда вы находитесь под водой Помогает слабо Но тем не менее Теперь мы смотрим Включаем F3 и смотрим Y У нас 33-й блок, 32-й Окей, самое глубокое место Находится где-то на 32-м блоке Подышали Вылили воду Значит, нам нужно Получается, сколько высоты 61-й блок Это поверхность воды находится Подожди Подожди Мэйкрафт Я что-то куда-то Не могу разобраться Где-то находится Это у нас примерно 30 блоков высотой получается Вода у нас Соответственно, нам нужно Чтобы песочек у нас был Тоже 30 блоков высотой В нашем случае Но все зависит от того Где вы, конечно же, строите Теперь включаем Режим креатива Чтобы мне было удобнее Снимать дальше Выкидываем это ведро Которое больше не нужно Таким делом Дальше самое интересное Если у вас нет Какого-нибудь Летательного средства Потому что вы как дурак Точнее, как умный Играете в ванилку То тогда делается просто Вы плаваете на поверхности И вот так вот ломаете Песочек А потом вниз Падает песочек Красиво Во-первых И наслаждайтесь Как все это красиво падает Вот так можно делать Вот так Если вы находитесь В режиме выживания Конечно, я вам настоятельно Рекомендую сделать Лопату Зачарованной на Эффишен сыпать 5 Потому что иначе Блоки земли Будут ломаться Долговато Достаточно долго И неудобно Это будет делать Так что лопата На эффективность 5 Ваш лучший друг В этом случае будет И таким образом Всю эту систему Рассыпаете Занимает это Минут 5 Наверное В зависимости Несколько минут Буквально все зависит От размеров Вашего строительства И таким непыльным образом Вы в конечном итоге Получаете Всю ту же самую Конструкцию Что и в классическом В реакете Естественно У вас где-то Будут излишки стены То есть они будут Подниматься выше Уровня воды На несколько блоков Потому что Потому что Лидиев Как сказать В подводной местности Он неровный Ну честно говоря Это не велика потеря Мне кажется Потому что все равно Это все будет Очень легко разобрать Сверху вот так вот Лопаткой делать Теперь самое главное Если у вас есть В орке Какой-нибудь Биллкрафт Или какой-нибудь другой Буровая установка Например Биллкрафтовский карьер То все вообще Просто элементарно Вы строите Уже Полноценную Монолитную Обложку Из земли Вот так вот Ставите Филлер И филлером Просто делайте Огромный Параллепипед Из песка Все очень просто Песочек Можно нарыть И в пустыне Соответственно И с использованием Карьеров Дальше Когда мы Всю эту штуку Опускаем вниз Для этого Мы конечно же Должны разрушить Вот этот слой Кстати Опять таки Для этого Можно использовать Филлер Который может Уничтожить Слой вот этой земли Все очень просто Единственное Что филлер Наверное Будет работать Слишком быстро И у вас Будет слишком Много песка Падать одновременно Чтобы это не происходило Вам нужно Поставить Чтобы филлер Ну как сказать Подключить его К небольшому Источнику энергии Тогда он будет Работать Относительно Медленно И все будет Вниз Вот так Опускаться В автоматическом Режиме Я сегодня Филлера Ставить не буду Потому что Я думаю Далеко Мало Кто сейчас Играет С Биллкрафтом Это уже Конечно Боян Большой Хотя Я не знаю Может есть еще Любители Поиграть С Биллкрафтом Мне кажется Что он Давно Надоел Всем Не знаю Пишите в комментариях Вот Дальше Когда вся эта Масса Опускается На уровень Воды Сверху Ставите Карьерчик Аккуратненько Оставляете Буквально Один слой Песка То есть Вот так Вырываете Карьером Все Вот так Вот И оставляете Один единственный Слой песка По окраине В результате Потом Вот так Вот И вы получаете Высушенную территорию Огромную И вы можете Заниматься Там Каким-то Подводным Строительством Для чего Сушение нужно Для того Чтобы построить Под водой Какое-то Сооружение Или еще Чем-то Заняться Под водой Я не знаю После этого У вас Должна Остаться Вот такая Одна стенка Внешней Стороны В один блок Толщиной Ну вы поняли И И и и После того Когда закончили Строительство И захотите Затопить Какое-то Своё Здание Дворец Или объект Вы просто Ломаете Вот эту Последнюю Внешнюю Стенку Или просто Оставляете Ее на память Можно в принципе Заменить этот Песок На стекло Если вам хочется С внешней С внутренней Стороны Тогда Делайте проще Или 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 Может как это делать Сейчас покажу Берем стекло И с чистой Свостью Ставим Вот так вот Вот так вот С внутренней стороны Ну а с внешней стороны Уже с помощью Лопатки Просто разгребаем Вот этот песочек Можно сделать Конечно Еще и хитрее А нет Фокус с факелом Не прокатывает На самом деле Под водой Ваш факел Будет смываться Просто-напросто Насколько я понимаю Вот и все Если остались вопросы Пишите в комментариях Под видео Если здесь впервые Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Масса интересных видосов Также есть в описании Под видео Ссылочка на плейлист Масса интересных лайфхаков Где вы узнаете Масса интересных Как убираются Сушители без оружия Этот метод Был тоже запретен Мною Как это ни странно И масса других лайфхаков Из запретенных Уже не мною Другими людьми Но я их Одним из первых Притащил на русский язык На русский язык Так что вот такое Не каждый день Удается придумать Что-то свое Обычно приходится Использовать чужое Но это не важно Потому что на самом деле Контент Должны делать одни люди Ролики должны создавать Другие люди Как говорится И так далее Лайкать Третьи люди Тогда это знаете Как разделение труда Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...